доброго всем времени суток с вами texer продолжаем ловить рыбу в северной атлантике так ямут так что нам надо бы на по деньгам кстати в наличии нет в наличии мне кажется что в наличии что именно тут продается вот этот самый ленор я хочу купить 295 она стоит борг нафиг борг он он вроде как дороже чем моя лодка моя 8 стоит хотя моя 8 на продажу стоит может разница в этом а так она может 16 хрен его знает но старая ржавая плохо управляемая корыто но главное нет никого в команде то есть сам все лапками яруса сеть конечно прикольно но сам все лапками не хочу ленор вот два человека в команде и она может ловить все то есть ярус с крючками на двух плавках то есть это не глубоководный который у меня сейчас это такой растяжной сеть ловля крабов то есть все половим все а там посмотрим бэкстайбер не знаю честно сказать гарпун глубоководный я раздул в пень это один в один как у меня только каюта побольше а потом видимо я буду смотреть по другим потому что это здорово и а там по-моему было что-то промежуточное то есть на мои другие порты зайти то есть цель ближайший ленор я надеюсь в этой серии будет прикуплена еще 158 295 соточку соточка надеюсь за получу так погнали где мы будем ловить рыбу подсказки мне уже не дают эти сволочи типа сам давай даже за деньги не дают поэтому давайте как-то выбираться ухты я тут какими зигзагами ладно сюда вот принципе вот тут было хорошее место далеко конечно но место все равно хорошие но глубоководные ярученые мелководие буду ловить я на глубине буду ловить тут до хрена кстати от светлые чё вот этот наверно не на глубине я спрашиваю этому 7 суток уже это не очень свежий тунец кстати обратима неактивно я выключил плак это потому что я вот тут стою причальные стенки от солнечник как не может найти куда мне плыть сейчас выйду все волшебным образом наладится а вот теперь можно вот такая фигня ладно поехали все порты города я все открыл то есть два последних открыл вот у меня тут почему-то эти кораблики на входе вот тут есть место ну я чертову лодку я могу взять давайте мы отвлечемся немножко и обнаружено вот по идее она на всех должно быть обнаружено такое навигационный это знак котором подплываешь . его тут тоже что-то такое должно быть и вот там знаете . они у каждого города есть вот эти вот маяк который выходить ближе к порту не знаю зачем может собственноручно в порт зайти но не открыл я открыл пофигу вот это не было открыто ржавую лодку мне дали то есть они мне прошел уже все засчитали трюм у меня максимальный то есть я все восемь ярусов мне должны влезть раз и все влезут я надеюсь 6 на 100 как сдам так отлично ну и ночи естественно и кто-то сомневался то вот то что не мышь конечно при а есть отлично команда пошел отдых счастья отдых поли давай так она поставить точку полтора километра думаю мне хватит на 8 ярусов то что было нормально пойдем так рубку зря включил ну ладно бросай бросай чувак бросай а то не успеем свет в рубке я зря включил мешает рано пошли 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 ловить 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 деньги деньги хочу большой корабль но я чувствую игра не будет не очень долго потому что деньги зарабатываются весьма легко и кстати непонятно почему здесь не начинаешь со старой ржавой лодки которых я подарил дядя но почему нло зависла вон там и вот там еще нло зависла облачка такие странно чего начинаю с новой лодки это неправильно это совсем неправильно ну может хотя нет это уже релиз я подумал что в релизе по-другому будет даже не ранить доступ от релиза там 1.0 чё ты версия непонятно просто если вспомнить в баренцево море там начинал действительно с отворжавого корыто сборг оттуда оно туда прикочевало а тут прям как-то современно вот это очень странная штука для чего служит то есть выбрасываешь забор крючки а по этой травица веревка что ли я потом поплавок туда туда может и по морде очень странно ну или это не так быстро все происходит потихоньку утравливаешь да он прям под веревку убегает убегает а потом чего а потом перекидываешь через борт что ли в нужный момент непонятно все последний давай 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 ну я верю что последний заход на эту лодку а потом новый купю ну блин чё так медленно надо осадки что ли надо плыть да не пятнашка нормально так все блин какой-то игре f какой-то погасил свет погасил все давай туда поставлена так погнали туда 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 и туда и вот так ой красота какая чуть такое скорость для спилота здорово что раньше текущей не было все ждем и прожить погашу ждем ночи тишина так ждем мы 15 часов давай 14 да 14 я сейчас сколько-то объезжал опаньки просрано да ну видите что-то просрано что-то много просрано 4 сработало 4 фигня вот интересно надо этим еще постоять или я прощелкаю вот это ладно я рискну я еще на час зависну просру так просру пропустите неделю а набирается слушайте еще час то есть это не просрано все все так хат тут у нас интерфейс скрыт ладно да садись давай сел молодца ничего не вижу плыть еще далеко так топок в пол вольно уйти блин что это такое вольно уйти строевым шагом уйти вон они мои ловушки так вахтин на палубу вышел молодец только я его не туда поставил а так все хорошо так не туда чувак-то встал нам собирать хотя по его физиономии видно что он не понимает зачем его вызвали вызвали шо зачем куда чего как но готов стоять и ловить так выбрать глубокого яруса да 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 газ меньше не настолько меньше потихоньку плывем 7 км в час хорошо я думаю так вот и буду трюхать пока рыбу достаю что такое ну и опа где моя селедка одна селедка две селедки ты рыбмеч ооо красота рыбмеч по моему при прочих равных гораздо здоровее вот что он ничего не вытаскивает и где моя вторая рыба отклонить фигня сто килограмм это фигня а главное нарисовали же две рыбы или пока не промахнусь может пока не промахнусь сейчас надо внимательно посмотреть этот момент то есть я промахнулся нас валило было 200 ладно а вторую я поймал может так давай кстати кривая линия этих поплавков-то так их вот две я подожду она лутыхается ох ты ж зараза промах нет она внизу продолжает плавили отражение от этой в чем заключается просто мини-игра я могу что-то упустить или нет не понимаю пока надо первую не зафейлить и посмотреть будет ли вторая если после первой будет вторая блин полтон пока все взял мало-мало может быть так будет две рыбы я тогда с одного крючка просто в два раза больше поимею непонятный момент пока так давай не фейлим первую ну что вторая будет нет нет не отражение там реально вторая рыба плавает да надо не фейлить там что третья была что ли нет третья не была то есть две рыбы с крючка если не фейлить ну хорошо сколько там поснимал три снял три штуки меньше тонны блин я опять полгруза только забью возможно надо меч рыбу ловить она может быть здоровее например вот ну давай сюда нет это не меч здоровый блин как она больше человека как она вытаскивает нет смотрите одна только я тогда не знаю что это зависит как можно здесь вот всеми ярусами вот в семью больше нельзя как можно в семью ярусами забить трюм на этой лодке это на какое-то охренительно рыбное место что ли найти там что-то у меня еще вырисовывается так а нет стой ова или по степени отлично хорошо у меня объем определяется крючок у меня апнутый кстати ну не самый топовый но там где-то середки если ты имел силуэт крючок но по рисунку вроде он багор этот потому что там в описании было написано крючки ну в порту типа покруче типа у тебя говно а вот он покруче там бронзовый из красного дерева написано крючки но по виду багор я его поменял на этот вот вот этот багор поменял на средний там какой-то я чё-то не вижу профит то то что с профитом не очень понятно а нет стой ок ну ок так ок я что вытащил отлично а третью дадите давай ничего внизу не видно ну вот 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 700 кило это же прекрасно что-то у меня 6 2 осталось 2 241 не густо не густо 87% чего топливо наверное почему крестик непонятно кончится и крест тебе блин как тут 6 тонн набить я не знаю но видимо какое-то офигенное место где особо крупная рыба клюет видимо так чуть не нажал не-не-не иди сюда а-па я хочу больше 3 тонн отлично ну дайте третью трубку поймать а нет одна меч рыбы и куча вода их ой мало-мало ход зарабатывания достижения 100 100 тунцов поймать поймал 26 2800 2800 блин опять 3 тонны ну вот половинная загрузка не о чем видимо еще придется рейс делать я думаю в этот рейс я не справлюсь 295 то есть 100 тысяч я не заработаю на них не на трех тоннах рыбы на 6 да на 3 нет ну давай на тонну рыбу меч о носатый нет не носатый и причем видно что одна рыба там в глубине ничего не светилось больше да отклонить 332 вот хоть туда и так чувак ну у нас такой средний день итак карта нет финансы цены на рыбу цены на рыбу в ярмуте а че 60% отставимости так у меня одна меч рыба вот вот это посмотрите а вот это ойо 10 мне не нравится 10 17 не особо а локпорт 9 да вы издеваетесь 12 25 во за меч рыбу говно дают дикби и денис поинт так мне нужно дикби карта 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 дикби где у нас дикби локпорт дикби хеджопа мира лунный берг ярмут стой ты карты не хватайся инглс дикби самая жопа да ну кто б сомневался то ох как я набреющим над берегами то а чем мучаюсь быстро перемещение возможно а на сколько процентов топлива больше жрет мне пофигу заодно я можем запомнить в каком порту что продается с кораблей так ага в порту уже отлично я видал романтику моря рыба на борту да и так меч рыба у меня одна и на смешной вес поэтому я просто продаю веселов и я не буду мотаться никуда погода просто время как нафиг орудие лова оснастить давайте вот так кальмар я че-то я уже покажусь с ним кальмаром ну ладно так нужно бар бар подсказки скум бляси бляси хеку за хрена мне это надо так суда новые суда доступны но янки ловит омаров без экипажа да иди в пень вот скажет за 4 миллиона это да то есть тут следующего судна нет ну оно где-то должно быть за миллион выход выход в море и вот тут вот начинаются наши приключения а именно быстрое перемещение а именно я не знаю где долбаную рыбу ловить вот че то есть я могу сплавать другой порт и посмотреть если не заправился вот заправлю сейчас заодно в баре спросить вы не видели случаем рыбу меч где-нибудь на бар подсказки сервис и хек они уже ну давайте свободно свободно я возьму общее содержание обслуживание топлива так выходим тут не знают а где знают по хрен серебристый хек но это понимаю сетки ловит повышая репутацию согласен репутация такое дело подсказки вот недельная данность и меньше рыбы да покупают тунца тоже хотя зачем мне тунца а пусть будет так причалить обслуживание топлива 231 да я сейчас еще одним заходом и все и всех победил ну что ж пойдем надо выйти наверное потому что из этой зоны доступно только быстрое перемещение я так понял еще 86% а это побитость корпуса это не топливо это побитость корпуса актуально я надеюсь время на карте останавливается так выходим вот она да и прям вот так чтобы прям флажком перекрыть нахрен 7 суток назад за неделю она уж свалила нахрен ну с другой стороны я так понимаю три дня за деньги дают а потом что такое три дня за деньги а потом бесплатно типа ну и ладно пользуйся все равно там рыбы нет как-то так ну я надеюсь будет потому что чуть по 30 мне понравилось цена смотрел я там 30 это офигенно так ну вот так через эту линию пройдем ну будем думать что она туда проплыла ну-ка ну тут что-то плывет но это не меньше рыбы ни хрена ладно я буду верить что мне тут повезет это не меньше рыбы прошло шушер какая-то прошла ну я почти мороза да на этот бинокль смотреть ну там что на глубине есть интересно а на на холоте носатые мяч рыбы или нет ладно не важно не важно алярм так алярм алярм погнали покажем этим меч рыбам о хрена себе это я чуть витряки не впоролся из моря торчат нормально так а на карте нету я вообще как-то оживленно но я вроде недалеко от берега и опять эти баги что через палуб в водах лечат ну как говорится это посвежало я не знаю называется ли это свежим ветром при котором такое уже укачивает уже но что-то такое по-моему есть или просто кораблик очень маленький на море вообще волны хорошие считаются даже не штормом бывает там спрашивают а там уже шторм а маленькие такие не это просто свежий ветер немножко море разгулялось потому что как качает так ощутимо хрен на себе свежий ветер что-то шторм там уже половина пассажиров зеленые лежат а это типа норм это еще не шторм когда шторм мы в порт свалим примерно так то все звучит не понял что 4 штуки выкинул хрен себе стахановец плавали там в красном море по-моему вообще сильных штормов не должно быть оно узкое и вытянутое плавали в какую-то бухту где морские черепахи морские морские коровы что-ли ну короче что-то такое тюленьеобразное большое там может поплавать на них под водой посмотреть интересно ну черепах видела морская корова далеко очень была не успели доплыть до нее эта зараза очень быстро плавает гораздо быстрее чем ленивый турист и были хорошие такие волны то есть корабль ну корабль он бы конечно не такая хрень довольно здоровый ну не корабль он еще он наверное как-то зовет что-то типа очень большого катера но борт у него был где-то вот ну выше чем чуть выше чем крыша вот у этого такой толстый борт две палубы там наверху совсем казалось что высоко двухэтажный он и вот волны были такие что вот ему если так смотреть по линии борта они были ему по борт но они очень пологие были так что это ни хрена не шторм откуда-то волнение просто пришло видимо и вот я спросил мне сказали что это нет это хорошо это даже до шторм даже не похоже это вообще практически ну не штиль но это нормальное море все нормально можно плавать даже с туристами и вот его так шатало здорово особенно наверху ну что сказать удобно потому что на обед можно было брать добавки сколько хочешь желающих поесть практически не было мне понравилось так погнали вот это не надо сейчас сразу крутанемся короче даешь меч рыбу так кемочку стоим да стоим так ну я понял 15 часов это офигенно а потом по часу тыц день а можно не садиться так так ты что у тебя осталось плохо что он на сутки стоит по умолчанию один остался по умолчанию должно быть час чтобы не проклассать кто какой смотри настырный все все или еще 18 часов не много 18 я думаю уже сейчас тухнуть начнет так товарищ на вахту на вахту вот все уже не надо так переключаю как будто это какую-то роль играет поклевка 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 а что 16 по 2 крючка что ли каждый но у меня просто 8 то есть надо 16 смс получить чтобы на каждом сидело по 2 так подбираем не 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 находится успел о носатые две штуки красота хорошо носатые это лучше а что такое впечатление что листья плавают тут осень тоже что ну полтонны шикарно вот так вот можно переполнить трем вот это я верю с одного буйка полтонны то есть с двух буйков тонна вот это 8 тонн будет да а это переполнится а тунцом хрена они легкие какие-то и меч рыба что я смотрю дорогая тридцатку а тут я 20 чем-то выкружил то есть она дороже меч рыба ловить выгоднее и да соглашусь халява что-то то есть я выпал ну может потому что она тут еще осталась сведения от семидневной давности были по идее тут рыба должна быть ну может она не ушла да для чистоты эксперимент на самом деле надо где-то в чистом море где ничего нету попытаться поймать если поймаешь да то халява хотя вот это с поиском рыбных мест мне не нравится должна быть ну вот процесс да надо заниматься процессом а вот искать рыбу ну фигня так во по 600 килограмм блин я вот это я перегружу лодку я чувствую ну ладно конечно рано размахнулся просто 6 тонн извиняюсь было бы 8 и то по 590 98 не хватит но плюс здоровой рыбы потрошить не надо целиком сдаешь а может это плюс лодки без холодильника тут блин где плюс там и минус с холодильником можно видим раз за разом ловить а на этой раз и в порт эй не уходи о они же кальмаров то жрут вообще странно меч рыбы жрет кальмаров зараза носатая и на серо против кальмаров тоже шампур нанизывает что творил сидать о я рано обрадовался мелкие губище раскопалась я тут зато это ладно у меня три ведра уже снято меньше половины груза четвертушка нет я похоже опять не на обмену мне кажется уход не три тонны будет уже хорошо и рыб дороже но под самый борт вот это я зашел хорошо одна селедка вы серьезно отлично давайте еще одна ну пусть она будет большая тогда 25 этих рыб мечей я поймал ну тут надо 100 там на достижение ну как я не знаю зачем нужны ачивки в играх я на нубской миссии наловил их много мечей на гарпуна гарпуна вернее не на гарпуна на гарпун закидать забрать гарпуна рыба хватает гарпуна ты вот и и вытаскивать наживка такая я думаю я не получаю ачивки за тунцов и этих 3 серьезно так бывает так главное не профилить но их 3 блин смотрите реально три так я не зафейлил дайте мне третью рыбку 23 хрен на все так бывает первый раз три штуки первый раз это мне компенсация за предыдущий раз ну там было с двух 590 2 200 5 ведер 3 ведра осталось мне ну за 3 я должен выйти но не сильно да рано размечтался смотрю на погоду ночью штормами тут не пахнет ясно 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 обыдно это прямо шторм как минимум пасмурно должно быть да есть там не дождь со снегом минимум пасмурно было бы интересно смотреть на что так давай печально получается что вот этот количество рыбок на крючок попавшихся она ни на что не влияет то есть я с 2 590 а с 3 520 тоже блин как-то я понимаю что не будет большие бывают мелкие вот 580 с двух они будут большие бывают мелкие но но хотелось бы как то чтобы вау сколько вытащил как-то вообще ничего ни с чем не связано я зависимость пока понять не могу как-то как на нормальный рыбалки то тоже зависимость никакой нет на одну удочку клюет на другую рядом не клюет наживка 1 этажа пойти пойми в чем дело так может а тут но блин такая рандомности конечно просто мини-игра отец на что влияет хорошо его крючком тюкнули нехорошо на вес это не видно не очевидно совершенно хорошо отлично чем отличнее тем выше вес у меня была правда такая мысль что как ты еще от крючка зависит да то есть пока чем крючок из бронзы красного дерева ты там мощную рыбу таскаешь но это должно работать по-другому то есть вот у тебя фуфлыжный крючок а ты папа поймал рыбу на полтонны ну у нее или это пятно в которой попасть надо должно меньше или она должна срываться типа хоп а сорвалась а была миссия крючок хреновый вот тогда уже работать и ты радостный лишь магазин покупать крючок хороший ну купил я крючок и чё а что-то изменилось вроде нет рыба стал крупнее попадаться да вроде тоже нет рыбы не поймана мало популяция а хрен ли была поклевка тогда короче 3 200 вот хоть туда весь как не мучайся три тонны были на как и вначале размечтался на вителю тепловых малая популяция ладно так ну давайте справочник финанс цен на рыбу меня меч рыба чистая ярмут в 32 уже радует 23 в строку идите 37 о лакпорт ван лав 14 вам никто не привезет вы там сдохните лакпорт на 37 отлично лакпорт где-то рядом а это нет нет а еще посмотрим кораблики то есть первый кораблик я беру в ярмуте я вот так могу курс прокладывать на топливом насрать в обли в обли зне микки да не рыба на борту а то общий доход 120 еще вот так ладно а новые суда в наличие я продать могу а смотрите он 7000 стоит они 10 потасканы так ладно я хочу купить вот ocean runner что чем-то будет моя следующая крючок сеть крабы такая же когда только больше 4 члены экипажа вот ocean runner сюда потом да и я отчаливаю от вас отклонить да снасть у меня не слазь не снасть следующий блок порт у нас будет отлично были снежок падает умеренно в местах обитания поддерживать я еще об этом должен заботиться до новые суда давайте доступно я не туда под приплыл до гарпун глубоководный ярус сам большой гарпунное судно в игре да идите вас сам гарпунным судном без снасть я уже дайте мне мою лодку тут значит в ярмарке ну да сам говорил ярмарке я про локпорт забуду я запишу сейчас где-нибудь чтобы не забыть итак ленор чуть-чуть до бэкстабера я не хочу поздравляем с покупкой первого судна для роста улова максимум чего 22 22 конечно же 20 нет не надо разберусь как-нибудь так а тот у меня ушел да сейчас микки продать возможно потом пожалею 58 тысяч 58 тысяч сейчас тогда надо сейчас модернизация ухтушь елки ладно пока не буду двигло по хрену радар по хрену кого-то со мной пока ладно нет пока покоплю но не покоплю оставлю оснастка так под ярусный лов снаряжена глубоководный ярус а то чем я ловил да ну давайте ярусный лов него я чувствую надо хочу им ловлю ярусным ловом меч рыба давай наверно то же самое нет услуги банк команд команда на борту а сидит молодец для найма давайте еще одного наймем пятнашка черт с ним приготовление пищи выбора тут лучше так денег стало меньше на борту двое отлично что еще так орудие лова купить снасти ярусы елки а ну он 12 3000 12 в четыре раза больше нафиг вот по 1000 возможно это лучше тыс оснастить приманкой ярус а вот это уже интересно тем вот только непонятно да вот они на всех этих мелких рыбов ловит морской окунь и ни одного нет который на всех давайте креветочку вот оснастили так я понимаю заброшу и назад приплыву уже за новой приманкой то есть на месте я приманку не могу фигачить ну что ж господа лодку купили на этом все жмите пишите до новых встреч до новых встреч